часть 1 листочки много листочков привет друзья я очень рада что вы снова со мной присоединились к моим урокам и сегодня мы с вами будем делать непосредственно пуансетию работы будет очень много мы будем работать с вами в двух частях и так нам понадобится проволока 26 30 размер нам понадобится набор вырубок обычно универсальный лист начиная 20 миллиметров 30 40 и 50 миллиметров размеры вырубок шаблоны которые я просто вырезала из картона вы видите что они немного больше чем самая большая вырубка из набора ваннер пуансетти лист нитки могут быть шелковые или хлопчатобумажные очень тоненькие из инструментов шарик дрезден палочка колесико и широкая кисточка из красителей гелевые или пастообразные красная и зеленая из сухих красителей зелень дальше баклажан или слифт белая краска желтая нарцисс и пуансетти красная краска также нам понадобится с вами коврик мягкий и непосредственно скалочка наш рабочий инструмент ну что ребят давайте начнем и после вступительной части перейдем уже непосредственно практической для начала мы сделаем самые маленькие листочки я окрасила обычную белую мастику красным красителем и получила вот такой насыщенный розовый цвет с которым мы будем дальнейшем работать для начала я возьму проволочку 30 размер и обкатаю небольшим кусочком мастики данным в данный момент я не буду пользоваться прожилкой на доске а буду пользоваться другим методом методом обкатывания проволоки почему я выбрала это именно этот метод вы сами увидите и так длина обкатанной проволочки должна быть больше чем половина длины нашего листочка равномерно распределяю мастику по проволоки снимаю излишки которые находятся не на проволоке измеряю еще раз размер если получилось слишком длинная удаляем излишки вот как раз выступать мастие обкатанная мастика на проволочке должна где-то на 5 миллиметров от нижнего края листочка теперь на доске без прожилок я раскатаю совсем небольшой кусочек мастики присыпаем крахмалом если липнет и раскатываем тоненько и вырезаем наш первый листочек процесс пошел и так вот такой листочек у нас получается пока мастика у нас сырая мы обе части нашу обкатанную мастику на проволочке и сам листочек можем легко скрепить вот такая форма у нас получилось вы увидели что для чего нам нужна была почему мы пользовались методом обкатывания нам нужна ножка на каждом из листочков и так проходим шариком по краям листочка вкладываем вайнер найдите самую высшую точку вайнере положите по центру и хорошенечко прижмите чтобы у нас получился замечательный оттиск вот такой первый листик у нас вышел итак посмотрим на него уберем если где-то лишнее придадим форму и отставим сторонку подсыхать сушиться и от самого маленького размера вырубки мы двигаемся вперед к следующему размеру процесс создания листочка этого размера ничем не отличается от предыдущего мы также обкатываем проволоку также тоненькая аккуратненько снимаем излишки и примеряем длина обкатанной проволоки должна быть больше половины длины самого листочка померили до соответствует небольшой кусочек мастики мы также раскатываем на доске не используем прожилку на гладкой ровно доске раскатываем листок и вырезаем если мастика липнет немножко можно присыпать крахмалом раскатываем тонко и равномерно и вырезаем листочек больше по размеру чем предыдущие то же самое пока мастика сырая обе эти части прекрасно между собой склеивается вы только помогите и прижмите обкатанную проволоку к самому листочку все то же самое истаншаем края при помощи шарика и далее вкладываем ваннер вкладываем по центру выступающей прожилкой вниз и прижимаем добиваемся хорошего оттиска четкого достаём листочек из вайнера дорабатываем и то же самое убираем сушиться и переходим к следующему размеру двигаемся вперед и переходим большему размеру вырубки для большего размера вырубки я использую теперь уже проволоку потолще в этом случае 26 размер процесс откатывания произвожу тем же путем снимаю лишнее выкатываю тонко аккуратно задняя часть листочка тоже должна быть у нас аккуратной примеряем длина обкатанной проволочки также должна быть больше чем половина длины самого листочка и теперь раскатываем все то же самое на доске на гладкой поверхности без использования прожилок раскатываем небольшой кусочек мастики раскатываем тонко если мастика прилипает используем небольшое количество крахмала вот такой вот толщины раскатываем мастику и вырезаем листок пока мастика сырая две части прекрасно друг 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 с другом склеиваются и можно двигаться дальше вот такой листок у нас получается теперь добавим чуть больше текстуры но прежде а сделаем текстуру через вайнер как это обычно и переложив на коврик желобком наверх пройдемся дрезден палочкой широкой части пройдемся изнутри от самой прожилки краям вдавливая аккуратно вдавливая мастику получаем вот такую интересную текстуру характерную для листочков пуансетти дорабатываем края утоньшаем их придаем движение и оставляем подсыхать постепенно мы приблизились к самому большому размеру вырубки и теперь нам также нужно будет сделать десяток таких листочков процесс создания одинаковый размер проволочки здесь также 26 для удержания уже и длины и веса большего размера листочка также обкатываем проволоку ножку теперь сделаем не 5 миллиметров а 10 миллиметров раскатаем мастику тем же способом не используя прожилки на доске а просто на гладной гладкой поверхности раскатываем также тонко за счет увеличения размера листочка не происходит увеличение толщины раскатанной мастики поэтому сохраняем толщину одинаковую от самого маленького листика и до самого большого так и вырезаем самый крупный листок склеиваем обе части простым прижатием и листок у нас практически готов осталось только завершить его но вы можете его оставить таком виде как какому на вас получился а можно срезав отдельные части придать вот такую форму которая характерна для листочков пуансетти на коврике мы пройдемся по краям из таншифах вкладываем вайнер равняем по центру прижимаем и перекладываем на наш коврик желобком наверх и при помощи широкой лапки дрезден палочки снова придаем текстуру вытягивая как бы мастику и от центральной части к боковой придаем движение и оставим подсыхать после того как мы с вами сделали необходимое количество красных листиков перейдем к зеленым я покажу как без определенных вырубок можно вырезать вот такую форму листиков я пользовалась обычными шаблонами из картона нам понадобится 26 проволочка толщина колесико инструмент шарики дрезден палочка ну и конечно же вайнер раскатаем небольшой кусочек мастики на прожилка непосредственно уже на прожилки выбираем самую большую на нашей досточки раскатываем мастику тонким слоем так чтобы мы могли видеть желобок который будет у нас являться центральной прожилкой нашего листа прикладываем шаблон и при помощи инструмента колесиков по контуру вырезаем листочек лишнюю пасту убираем убираем шаблон и вот такой вот формы листок у нас по его получается мы можем немного срезать стороны у листа эта форма характерна для пуансетти доводим до аккуратных краев срезаем все лишнее и и теперь вставляем желобок проволоку проволока 26 размер и заводим ее дальше чем до половины длины листочка хорошенечко обжимаем проволоку прижимаем желобок перекладываем на коврик и теперь при помощи инструмента шарик мы разбиваем ту часть желобка где у нас нет проволоки и проходим по краям утоньшая их и теперь мы вкладываем вайнер равняем и хорошенечко прижимаем второй части вайнера так чтобы остался хороший 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 оттиск вот такой оттиск у нас получается на зеленом листочки дорабатываем края проходимся кончиками пальцев буквально по всей длине вырезанной части и оставляем немножко подсыхать листочек вот в таком виде качестве шаблона у нас может выступать самая большая вырубка из набора которую мы использовали для создания красных листочков то же самое процесс тот же самый раскатываем на самой крупной прожилки зеленую мастику прикладываем в качестве шаблона вырубку и при помощи колесика вырезаем листок только большей большего размера но такой же форма доводим листочек до той формы которой на мы хотели достичь срезая стороны вставляем проволоку 26 размер точно также больше чем чем половина длины листочка прижимаем посмотрите вот такие два листочка у нас получается перекладываем на мягкую поверхность разбиваем желобок там где у нас нет проволочки проходимся по краям смягчая их уточную утонь шая и также переносим вайнер и делаем оттиск выкладываем по центру и прижимаем верхней частью вайнера получаем вот такой вот хороший красивый оттиск прорабатываем края и теперь нам нужно будет выкатать ножку на зеленом листике здесь лучше всего сделать все приблизительно сантиметр вернемся к предыдущему листочку и тоже выкатаем ножку аккуратно я бы очень хотела сделать еще вот такой листочек интересные формы я просто повторила форму ваннера вырезав при этом лист на шаблоне чуть меньшего размера процесс тот же самый раскатываем мастику на самой крупной прожилки раскатываем довольно тонко так чтобы мы могли видеть желобок который всегда у нас будет являться центральной прожилкой нашего листочка раскатываем в разные стороны мастику и прикладываем шаблон если не хватает докатываем еще немножко и располагаем по центру прикладываем и то же самое при помощи инструмента колесика вырезаем наш листок убираем все лишнюю мастику убираем шаблон и вот такой листочек у нас получился вырезаем аккуратно вставляем точно также проволочку проволока опять напоминаю должна зайти больше чем на половину длины листочка для того чтобы листок легко держался прижимаем мастику в этом месте где у нас проволочка в желобке раскатываем желобок там где у нас нет проволоки и проходимся по краям утоньшая их то же самое вкладываем вайнер по центру наносим небольшое количество крахмала и теперь хорошенечко хорошенечко прижимаем вторую часть вайнера получаем вот такой замечательный оттиск дорабатываем также пальчиками края и обязательно выкатываем ножку ножка сантиметр таких листиков мы с вами сделаем всего штучек 6 7 и оставим подсыхать для дальнейшего окрашивания главное с вами перешли к процедуре окрашивания наших листочков начнем с красных для этого я подготовила два оттенка красителя это пуансетти и возможно бургундия листрифт какие у вас есть имеется очень плотным слоем мы окрашиваем переднюю поверхность листочка и менее плотным заднюю поверхность переходим на следующий размер листика и окрашиваем то же самое плотным плотным слоем вверх переднюю поверхность и менее плотным заднюю поверхность листа цветом бургундия листрифт выделяем центральную прожилку и низ листочка добавляя глубины и оттеняя придавая небольшую тень листу переходим на следующий размер процедуру повторяем тем же самым способом нанесения плотным слоем равномерным плотным слоем на переднюю часть листа и плоской кисточкой набирая небольшое количество краски окрашиваем заднюю поверхность листочка задняя поверхность обычно обычно всегда посветлее чем передняя часть листа и то же самое наносим цветом бургундия выделяем прожилку и наносим тень и заканчиваем четвертым размером листочков заканчиваем окрашивание я окрасила все четыре размера листочков которые мы сделали для нашей пуансетти и следующими кадрами я покажу для лучшего запоминания какое количество нам необходимо сделать листочков и окрасить для последующей работы самых мелких у нас идет пять штук следующий размер пять штук размер побольше это 10 штук и заключительный размер тоже 10 штук мы добрались с вами к окрашиванию зеленых листиков перед вами я расположила краски которым мы будем пользоваться это желтый зеленый красный и перейдем к тонировке сначала я буду тонировать самый крупный листочек и для этого мне понадобится зеленый сухой краситель и желтый набираю небольшое количество желтого красителя на кисточку и прохожусь только лишь только лишь по краешкам листа глубь сильно не спускаюсь листочка теперь перехожу к окрашиванию зеленым красителем тонирую лист начиная от основания тяну вверх тем самым накладывая больше тени на основание листочка и на середину листа на центральную прожилочку стараюсь подобраться к желтому красителю на листе как можно ближе но при этом не задеваем края зеленой краской оставляем все-таки высветленные переходим на обратную сторону и стараемся закрасить то же самое и обратную сторону но только не так явно интенсивно как лицевая сторона у нас окрашена стараемся работать плоской кисточкой так равномернее происходит окрашивание на сухом листочке и так сильнее выделяются прожилки так вы видите разницу насколько задняя сторона менее ярко чем лицевая теперь перейдем к окрашивание листочка немного по другой схеме для этого мне понадобится красный краситель и тот же зеленый начнем окрашивание красным красителем и начнем с верхней части листа будем тянуться к середине растушевка идет к серединке здесь идет упор на верхний край листика с обратной стороны тоже немножко притушуем не так ярко как лицевая сторона и зеленым красителем начиная от основания листа тушевкой протягиваем зеленый краситель до соединения с красным вот таким образом теперь я возьму более темный оттенок это у нас трифт или может быть бургундия и пройду по центральной части листочка то же самое сделаю более крупным притонирую ножку притонируем нижнюю часть листочка и протяну по центральной прожилки коснусь немножко край краев листа и теперь покроем наши листочки пищевым лаком для этого на кисточку наберем небольшое количество лака пищевого помним что он очень текуч и в одном направлении работая кистью тонким тонким слоем распределим лак по поверхности листа покрываем только переднюю часть листочка то же самое проделываем и с крупным листом работаем в одном направлении кистью хорошенечко растягивая лак по листочку если вдруг у вас образуются небольшие лужицы растяните лак сию минуту потому что буквально через минуту это пятно у вас на листе и останется итак мы покрыли наши листочки лаком и оставляем их на полную просушку я заранее сделала листики и теперь выделю центральную прожилку на листе при помощи белой краски разведу и водкой или водой и тонкой кисточкой проведу прожилку и время приступить к исполнению серединке пуансетти эта серединка и есть цветы и самого растения самой пуансетти передо мной на столе сейчас все инструменты которым мы будем работать нитки 32 проволока красная зеленая сухие краски и теперь сделаем цветочек распустившийся если вам видно у него даже есть маленькие тычинки для этого согнем крючочек два раза обмотаем нитки вокруг пальца снимаем с пальца и продеваем крючок хорошенечко заматываем крючок у основания там где у нас находятся нитки разрезаем и удаляем лишнюю длину теперь отщипываем небольшой кусочек и делаем вот такую капельку при помощи дрезден палочки открываем горлышко утончаем у горлышка внешние края вот таким образом и продеваем проволочку с нитками у самого основания обжимаем мастику закрепляя нитку на проволоке тем самым и прокатываем вот такую ножку лишнее удаляем оставляем где-то но пол сантиметра длиной можно добавить текстуры при помощи дрезден палочки нашему цветочку и перейдем к следующему размеру я сделала три размера и собрала давайте мы их повторим берем чуть меньше кусочек мастики то же самое скат скатаем капельку сделаем теперь уже небольшой крючочек откроем горлышко небольшое при помощи дрезден палочки и проденем крючочек вот таким образом и закрепим мастику на крючке прокатаем ножку также оставим где-то пол сантиметра длину эту ножичку и при помощи текстуру при помощи дрезден палочки сделаем небольшую текстуру ну и теперь самый маленький сделаем самый самый маленький цветочек возьмем еще меньше шарик раскатаем в капельку также маленькая горлышко сделаем и проденем проволочку закрепив крючочек на проволоке вот таким образом можно сделать сверху небольшой как будто бы отдельный сегмент как на пуансетти как у пуансетти в принципе есть и тоже прокатаем вот такую ножку приходим к окрашиванию каждого из цветочков которые мы с вами сделали коснемся верхней части красной сухой краской самый маленький самый маленький оставим без участия красного красителя притонируем слегка зеленым саму макушку цветочка и ножку ножку каждого другого размера цветков тоже притонируем зеленым и теперь сделаем небольшое дополнение причем это дополнение характерно для каждого из цветков ну больших на больших цветочках выглядит более явно на маленьких менее явно делаем вот такой вот кармашек и пока мастика сух довольно влажная мы можем подклеить без дополнительного клея подклеиваем к самому большому цветку и слегка касаемся кисточкой зеленым красителем и теперь я хотела бы добавить все три цветочка которые мы с вами сделали к тем которые я сделала заранее крупные цветки располагаем внутри те у которых тычинки а мелкие с краю и теперь все заматываем тейп-лентой в одну единую серединку вот такие цветки у пуансетти получаются мы проделали с вами очень большую работу сделали необходимое количество листочков от самых мелких до самых крупных зеленых оформили серединку пуансетти и перейдем вскоре к сборке прежде чем собирать пуансетти я бы разложила все таки все листочки по размеру от самых маленьких до самых крупных и подогнула каждый из них на 45 градусов относительно проволочки часть 2 собираем пуансетти и передо мной все необходимые инструменты для сборки нашего растения это лента 6 миллиметров проволока 18 размер ленточку я разрезала при помощи вот такого инструмента шрадер и непосредственно серединка начнем вступим к сборке наши пуансетти для этого изначально подмотаем к нашей серединке проволоку в качестве основного ствола проволока как я и говорила это 18 размер уберем все они не нужное со стола и начнем приматывать листочки начнем приматывание самых мелких в один ряд я располагаю наши листочки самые маленькие и сюда же я могу двумя миллиметрами чуть-чуть пониже примотать листочки уже следующего размера к примеру я примотаю 3 немного отступив как я сказала от предыдущего ряда на пару миллиметров вниз примотаю оставшиеся самые мелкие листики суда же распределю их и перейду ко второму размеру листочков буду также отступать от предыдущего уровня листиков на пару-тройку миллиметров могу расположить прикрутить листочки к примеру пять штук в один ряд оставшиеся прикрутить немного пониже делаю небольшие шажки спускаясь по основному стволу он сайте они симметрично поэтому не ищите симметрии когда вы приматываете листики потихонечку потихонечку спускаемся заканчивая приматывание листиков третьего размера переходим к самым большим красным листочком их у нас тоже 10 вы можете не приматывать все 10 вы можете приматать 35 штучек и на этом закончить но я хотела бы сделать пуансете более полную для нашей композиции поэтому я все 10 использую я разделила десяток на две группы по 5 штук и вот теперь приматываю первую пятерку листочков а затем приматаю вторую пятерку каждый раз смотрите сверху на пуансете как она у вас получается пуансете не симметричная но старайтесь чтобы все-таки листочки не преобладали с какой-то одной стороны чтобы не был визуальный перевес и итак идем идем вниз по стволу делаем шажочки уже немножко побольше где-то до 5 миллиметров и подкручиваем все оставшиеся листики самого большого размера красные заматываем все проволоки вместе распределяем листочки вокруг серединке смотрим что у нас получилось иногда бывают поломки поэтому делаем всегда чуть больше листочков мы постепенно собираем нашу красавицу пуансете и все размеры красных листиков собраны теперь остается прикрутить зеленые листочки те которые имеют красные краешки мы покажем не резкий переход от красных листиков к зеленым а вот такой вот как будто бы созревающий момент эти листики мы можем расположить или на одном уровне или слегка спустившись вниз по стволу завершим подкручивание зеленых листиков то же самое мы можем их расположить или на одном уровне между собой или немножечко спускаясь по стволу буквально на 3-4 миллиметра вот такая у нас пуансетти получается заканчиваем мы самыми крупными листьями которые мы сделали для нашего растения они не менее красивые у нас получились смотрим в какое место лучше подкрутить наши листики чтобы выглядело это все более правдоподобно и закручиваем все 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 проволоки все вместе до конца длины основного ствола у панци эти очень сложно искать симметрию в расположении листиков поэтому немного асимметрично она будет смотреться даже более правдоподобно если того как я полностью собрала пуансеттию я могу добавить небольшое количество зеленого сухого красителя выборочно на некоторые красные листочки показать тем самым созревание нашего растения от зеленого цвета красному и теперь переходим к завершающему этапу окрашивания я наношу более темный оттенок это может быть бургунди или срифт на основной ствол растения нашего будьте осторожны не поломать листочки во время окрашивания также этим оттенком можно прекрасно оттенить сами краешки красных листиков сделать очертания их более резкими и придать небольшую тень и теперь с помощью специального прибора парим нашу красавицу увидите что пар подается небольшой струей под давлением и так как прибор мобильный мы можем подобраться в любой уголок нашего растения при этом становится пуансеттия намного ярче добавим нашей работе небольшие штрихи небольшое количество мелкомолотого риса или вы можете использовать обычную манку я смешаю с таким же небольшим количеством сухого желтого красителя мы получаем текстуру такая текстурная пыльца которая наносится на тычинки наших раскрывшихся цветочков пуансеттии и теперь при помощи тоненькой кисточки наносим на самые кончики наших тычинок небольшое количество пищевого клея или же белка тычинками у нас выступали красные ниточки так и просто берем щепотку текстуры и присыпаем посмотрите какая красавица пуансетти у нас в результате получилась такая яркая красочная действительно рождественская звезда если будет пожалуйста вопросы задавайте буду очень рада на них ответить